Первая помощь при отравлении Отравлением называют системное поражение организма вследствие попадания внутрь ядовитых веществ. Яд может проникнуть в организм через рот, дыхательные пути или кожные покровы. Различают следующие виды отравлений, пищевые отравления, отравление грибами, отравление лекарственными препаратами, отравление ядовитыми химикатами, алкогольное отравление, отравление угарным газом, дымом, парами аммиака и так далее. При отравлении страдают все функции организма, но наиболее сильно страдает деятельность нервной, пищеварительной и дыхательной систем. Последствия отравления могут быть весьма серьезными, в тяжелых случаях нарушение функций жизненно важных органов может привести к летальному исходу, в связи с чем первая помощь при отравлении чрезвычайно важна, и иногда от того, насколько своевременно и правильно она оказана, зависит жизнь человека. Общие правила оказания первой помощи при отравлениях Принципы оказания экстренной помощи следующие Прекратить контакт с ядовитым веществом Как можно быстрее вывести яд из организма Поддержать жизненно важные функции организма, в первую очередь дыхательную и сердечную деятельность В случае необходимости провести реанимационные мероприятия Вызвать пострадавшему врача, в неотложных случаях, скорую помощь Важно точно установить, вследствие чего произошло отравление, это поможет быстро сориентироваться в ситуации и эффективно оказать помощь Пищевые отравления Пищевые отравления это то, с чем приходится чаще всего сталкиваться в повседневной жизни, пожалуй, нет ни одного взрослого человека, который не испытал бы это состояние на себе Причиной пищевого отравления является попадание в организм недоброкачественных продуктов питания, как правило, речь идет о бактериальном их заражении Симптомы пищевого отравления развиваются обычно через час-два после принятия пищи Это тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль В тяжелых случаях рвота и диарея становятся интенсивными и многократными, появляется общая слабость Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами заключается в следующем Сделать промывание желудка Для этого дать выпить пострадавшему не менее одного литра воды или бледно-розового раствора марганцево-кислого калия, после чего вызвать рвоту, надавливая двумя пальцами на корень языка Так необходимо сделать несколько раз, до тех пор, пока рвотные массы не будут состоять из одной жидкости без примесей Дать пострадавшему адсорбент Наиболее распространенным и недорогим является активированный уголь Помимо активированного угля подойдут полифипан, лигнин, десмектит, сорбекс, энтеросгель, смекты и так далее Если понос отсутствует, что бывает редко, следует искусственно вызвать опорожнение кишечника Сделать это можно при помощи клизмы или приняв солевое слабительное Согреть пострадавшего, уложить, укутать одеялом, дать теплый чай, можно к ногам приложить грелку Восполнить потерю жидкости, дав пациенту обильное питье, слегка подсоленную воду, не сладкий чай Отравление грибами Первая помощь при отравлении грибами отличается от помощи при обычном пищевом отравлении тем, что пострадавшего должен обязательно осмотреть врач, даже если симптомы отравления на первый взгляд кажутся незначительными Причина в том, что грибной яд может вызывать серьезное поражение нервной системы, которая проявится не сразу Однако если ждать нарастания симптомов, помощь может не успеть прибыть вовремя Отравление лекарственными препаратами Если произошло отравление лекарственными препаратами, необходимо незамедлительно вызывать врача, а до его приезда желательно выяснить, что принял пострадавший и в каком количестве Признаки отравления лекарственными веществами проявляются по-разному в зависимости от действия препарата, ставшего причиной отравления Наиболее часто это заторможенное или бессознательное состояние, рвота, вялость, слюнотечение, озноб, бледность кожных покровов, судороги, странное поведение Если пострадавший находится в сознании, в ожидании приезда врача необходимо проводить те же мероприятия экстренной помощи, что и при пищевом отравлении Пациента в бессознательном состоянии следует уложить на бок, чтобы при открывшейся рвоте он не захлебнулся рвотными массами, держать под контролем пульс и дыхание, а в случае их ослабления начинать реанимационные мероприятия Отравление кислотами и щелочами Концентрированные кислоты и щелочи являются сильными ядами, которые помимо токсического воздействия вызывают еще и ожог в месте попадания Поскольку отравление происходит при попадании кислоты или щелочи в организм через рот, то одним из его признаков являются ожоги полости рта и глотки, а иногда и губ Первая помощь при отравлении подобными веществами включает в себя промывание желудка чистой водой, вопреки сложившемуся мнению пытаться инактивировать кислоту щелочью не нужно, также не следует вызывать рвоту без промывания После промывания желудка при отравлении кислотой можно дать выпить пострадавшему молока или немного растительного масла Отравление летучими веществами Отравление, наступающее вследствие вдыхания ядовитых веществ, считается одним из наиболее тяжелых видов интоксикации, поскольку в процесс непосредственно вовлечена дыхательная система, следовательно, страдает не только дыхание, но и токсичные вещества быстро проникают в кровь, нанося ущерб всему организму Таким образом, угроза в данном случае двойная, интоксикация плюс нарушение процесса дыхания Поэтому наиболее важной мерой первой помощи при отравлении летучими веществами является обеспечение пострадавшего чистым воздухом Человека в сознании необходимо вывести на чистый воздух, ослабить тугую одежду Если есть возможность, дать прополоскать рот и горло раствором соды В том случае, если сознание отсутствует, следует уложить пострадавшего с приподнятой головой и обеспечить приток воздуха Необходимо проверить пульс и дыхание, и в случае их нарушения, проводить реанимационные мероприятия до стабилизации сердечной и дыхательной деятельности или до приезда скорой помощи Ошибки при оказании первой помощи при отравлениях Некоторые меры, принимаемые в качестве экстренной помощи при отравлениях, вместо того, чтобы облегчить состояние пострадавшего, могут нанести ему дополнительный вред Поэтому следует знать распространенные ошибки и не совершать их Итак, при оказании экстренной помощи при отравлениях не следует Давать пить газированную воду Вызывать рвоту у беременных, у пострадавших без сознания, при наличии судорог Пытаться самостоятельно дать антидот Давать слабительные препараты при отравлении кислотами, щелочами, бытовой химии и продуктами переработки нефти При всех видах отравлений необходимо вызывать скорую помощь, так как практически всегда при отравлениях требуется госпитализация Исключением являются только нетяжелые случаи пищевого отравления, которые можно лечить в домашних условиях